Муха-цокотуха на старинный манер. Политехнический университет и детский сад номер 146 объединились, чтобы создать необычную коллекцию для восстановки хорошо знакомого всем произведения. За работу по исторической реконструкции взялись педагоги и студенты второго курса кафедры конструирования швейных изделий. К заданию подошли с особым трепетом, ведь и те в создании подобных творческих образов приурочили к юбилею Иваново-Вознесенской губернии. По реакции детей мы почувствовали, что им очень понравилось, они не хотели снимать эти костюмы, они были настолько рады, что они прикоснулись к прекрасному, что я так думаю, что на будущее эти дети уже будут помнить всю жизнь, что они соприкоснулись и знают, какие костюмы Ивановской области были и получили какую-то информацию дополнительную. Хотя костюмы детские, подход к их созданию самый что ни на есть взрослый. Одежду воссоздали по фотоизображениям из альбома «Народная одежда Ивановской области». Интересная работа была по анализу аутентичных схем кроя исторических костюмов взрослых, потом мы это все адаптировали на параметры детских фигурок и уже потом в результате вот этой работы были получены эти формы, которые сейчас предназначены именно конкретно для детишек. Герои этого произведения всем хорошо известны. Муха-цикотуха, бабушка-вчела, комарик-паук. А паук был злой. Он заманивал муху-цикотуху в паутину, чтобы попитаться. При создании одежды стояла задача максимально приблизиться к источнику – русскому народному костюму, подобрать исторический крой и соответствующие материалы – ивановские ситцы. Получилось пять творческих образов – три для девочек, два для мальчиков. В этой сказке будут участвовать дети разных групп, начиная с ясельного возраста и заканчивая подготовительным. Централизованная деятельность в нашем дошкольном учреждении проходит. Дети совместными усилиями с педагогами ставят различные постановки, сюжеты, сказки, стихотворные произведения, костюмированные для детей других групп и для детишек других дошкольных учреждений. Костюм главной героини Мухи представляет собой сарафан и блузу. Это первый студенческий опыт в исторической реконструкции. Конечно же было интересно. В процессе, конечно, были сложности, свои особенности тоже. Преподаватели помогали. Но все прошло очень даже хорошо. В костюме использован плоский крой. Здесь нет ни одной выточки. Использованы только хлопковые материалы. Работа над подобными творческими образами для политеха не нова. В мае в ВУЗе создали коллекцию моделей «Кинишма-купеческая», в которой теперь встречают гостей с теплоходов. Новый проект оказался не менее интересен для студентов. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова